Тем более к бабкам, потому что она написана в лице человека, которому в очень важный жизненный момент, когда это особенно было нужно, ему не заплатили. Надо не забыть, что он сказал. Начальник обманщик, жадный, проклятый, не заплативший денег, сажавший зарплату, несчастье типа бед, разрухи топоря, обрешу к твоему бизнесу, дефолт в твоей конторе, в подошве, сволочь, гадина, жадина, желаю, чтоб твой логотип оказался ограденный, желаю, чтоб твой слоган использовался кем-то. Заглядь тебе мочи, как дарить тебе субъектно, держу на язык, я без того, что ты геморроя, желаю, чтоб тебе аренду помняли в трое, желаю, чтоб тебя сразу не ходили все обратно, чтоб тебя стритачка заразила, от щек непонятно, желаю, чтоб твои склады вернулись в квартиру, желаю спецназ в масках, не вверх в уголтерию, чтобы твоя баба к массажисту переехала, желаю, чтоб ее в банкер полу трава объехал, Чтоб инвесторы 9 назад побегали, желаю, чтоб клиенты судиться с тобой и бегали, чтоб в твоем кабинете была сигнализация, желаю, чтоб водоканал, перетрыл канализацию, пожарник в песках навалил в приемной, желаю, чтоб электрик штраф выписал огромный, желаю, чтоб с инспекцией офиса печатал, желаю, чтоб все твои счета заморозили в татла, Чтоб его заместителю испугаться и уволиться, чтоб универсалник с авторитетами поссорится, чтоб на тебя патриархия с визгом наехала, чтоб налоговая просила взглядок, а денег таких не было, Я желаю, чтоб мой ФСБ интересовалась аккуратно, чтоб на тобой наружка жила, с ним всем это было понятно, желаю, чтоб менты у тебя даже денег не брали, желаю, чтоб твой юрий скрывался в Сенегале, чтоб тебе повестки из военкомата друг прибыли, чтоб на вождях сообщили про твои гигантские прибыли, Чтоб у тебя с завтра в моче повысился, желаю, чтоб ты в розыске по России и Сенегале дискусс, желаю, чтоб ты на 100 килограмм попарился, чтоб ты провозащить тебя и блогерам нравился, желаю, чтоб на тебя локер три года как выписали, желаю, чтоб тебя так же на гипот не вынустили, Чтоб твой мать били и прослушивались сразу трое, и сказали тебе, да напоминаю еще раз гипот не вынули, чтоб ты из полгода бросился, да не разбился, чтоб у тебя следователь попался грубо и потерялся, желаю, чтоб твою фирму растащили депутаты, и чтоб мы наконец поняли все из-за той неисчастной зарплаты, желаю, чтоб в твоих камерах были одни годики и три черное пятно в бюро снежных просторах российской экономики. Я думаю, что всегда нужно немножко добра в песню добавлять, позитива. Друзья, для исполнения следующего шедевра, Я задам Асе провокационный вопрос. Ася, сколько в этот раз? Да ну, нет. Ты говорим в микрофон, иначе все подумают, что мы сговорились. Сколько в этот раз? Ну, сколько? Ну, давай одну. Хорошо. Михаил, сколько в этот раз? Три. Итого? Четыре. Я был задан, для следующей Асе нет в наушниках, поэтому я не слышу, что она. Она сказала один. Поэтому пришлось прибить на просто опыт. На опыт, да, дневной. Друзья, для исполнения следующего шедевра нам на эту сцену потребуется четыре треслых совершенно медних девушки. Пожалуйста, пройдите вот к тем дверям. Четыре треслых совершенно медних девушек. Повозьтесь. Аплодисменты. Ну, что же, чтобы создать некую... Вы понимаете, Шерлока Холмс и Шерлока Холмс? Чтобы создать интригу. Как вас зовут? Суле. Как зовут вас? Да. Спасибо. Анне. Аня. Как вас написано? Ничего, грех. Рина? Ты что? Я задам вам вопрос, девушки. Один. Нет, нет, должна быть лирическую линию. Девушки, я задам вам один вопрос. И я хочу, чтобы вы ответили на него максимально честно. Односложно. По максимуму, честно. Кратко. Скажите. Как зовут мэра города? Сергей. Как вы считаете, она права? Еще раз. Как вас зовут? Ацет. Как зовут мэра города? Сергей. Как зовут мэра города? Как зовут мэра города? Анне. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. А почему перестала игра? Как зовут мэра города Санкт-Петербург? Там ключевой вопрос, я просто звучал, какого города. Санкт-Петербург. Браво! Дорого Санкт-Петербурга. Не знаете? Вы из Москвы. Вы все из Москвы. Каждый. Теперь опять лирика. Теперь я хочу, чтобы каждый из вас ответил на другой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, для чего я позвал вас на эту сцену? Дорого Санкт-Петербурга. Дорого Санкт-Петербурга. Это Питера Элла, которая... Я знаю, кто еще. Вы им говорите? А, да. Ну, это современные певцы, нам... Не, не, вы не переживаете, публика на концертах Вася Абломова, как вы сами видите по себе, образованная. Поэтому, на самом деле, не стесняйте, мне это сильно интересно. Скажите. Музыку какую? По-моему, я не увлекаюсь только вашим. Я тоже. Спасибо. Какую музыку нужны вы? Диму. Диму чего? Диму из Билай. Из Билай? Маликов. И Маликов тоже. А напойте, что это из Маликов. Я и ты две звезды. А как же джаз, я не знаю. А что слушаете вы? Вы слушаете вообще? Конечно. Группа Терпичей. Ес! Сегодня концерт. Напойте. Огня мне огня, всем холодно, мне жарко. Если прикурить, если бля сигарка, нет футцапарка. Или тебе жаль, что вырубили почеркать, а вася бутцапарка, а вася бутцапарка. А еще? Нет, не Гербисей. А я имею в виду еще какая-нибудь музыка. А что вам? Нам нужно что-нибудь из нее. Сейчас, вот это мне нравится. Нас бьют, мы летаем. Так. А за столиком любимой кафешки разреши позделовать твою ручку. Я раскрою сразу все свои фишки, болевые точки. Элла Фитчева. А вы? Очень такая классная... Я вижу, вы очень самостоятельно сбрали на меня игру. Мне надо было. Я не вижу, что я не вижу. Я здесь власть. Скажите о себе. Я сначала о Группе, но набивать не буду. Скоби. Это такой испанский матерный коллектив, но они очень классные. Про мат, кстати, это аккуратно. Материться нельзя. Кто-то из бублики может быть не свой. Но вы все равно расскажите. Да, да, да. Вот очень классная испанская команда с копи. Потом мне еще нравится Дреддноут. Это тоже панки. Ну, такие веселые панки из Канады. Тоже напевать не с вакуумной... Я не знаю, там про что они... Ну, в смысле, в общем, знаю про что поют. Ну, такие классные ребята. А из русских мне нравится группа Ала и Оли. По-моему, они из Киренбока. Вот, очень классные тоже ребята. Это Васяна любимая группа, я вам скажу. Да, и Гуф еще. Вот песню у него... Напойте, пожалуйста, про что-нибудь. Какая-то... Про черного напойте, Вася. Напойте песню. Мне больше всего нравится не думать о тебе, конечно. Я не... Вы... Вы... Обо мне не думать, я понимаю, что вы украшаете. Почему они поют? Все разбегутся, не дослушают, не дождутся даже магида. Дождутся. Мы их не выпустим. Там цеплюсь. Вас тогда с гитарой вызывали там, где тема флота? Меня вызывали с гитарой. Ну как это, Басков вызывал. А, вызывал, да, вызывал Басков. Я затем ни разу не сутка ни голоса. А вы процитируете текст? На... На... Ждите. Меня не воспевают мысли мои о тебе. В принципе, достаточно. Класс. Спасибо за описание. Я готов в плане после всего этого. А вы же, скажите мне... Что вы? Ну, вы... Эллы, конечно. Израильные. Конечно. Таких магнитофонных альбомов. Эллы, конечно. Девушки отдыхают... Ладно, девушки, в течение исполнения следующей песни вы можете положить в сумку, ее никто не украдет. А как же чужие? Ну вы можете, ну действительно никто не украдет, кроме вас и ваших коллег здесь нет. Гитару можете не воровать. А что смех, смех? А была такая группа эстетики дюкейшн, у нее была какая-то приблуда, инструмент очень волшебный. Он за какие-то страшные деньги его купил, приехал сюда, в этот клуб, кстати, выступать на фестивале. И эта инструментка, пока они были в гримерке, у него сперли прям с эсс. Луи Франко его звали, вокалист, он ходил и матерился. Fucking Russia, fucking Russia, fucking Russia, 15 тысяч долларов, где моя студентка? Да, я вам сказал, что жужжь ты уже оставил. Девушки, в течение исполнения следующей песни вам нужно танцевать. В барабану дайте, это как бы очень важный вопрос к нему. Полторы тысячи рублей. Это не ко мне, я не имею к этому отношения. Кто песня? Давайте не будем устраивать таргет, на пустом месте, мелочном. Мы просто будем танцевать, раскрывать свою душу в танце. Какая особенность. И запоминать слово. И подпевать. Ну вообще все вместе, делать только на сцене. Вы будете частью этого шоу, частью истории послевоенной России. Вот, мы все дружно исполняем эту песню, вместе с Золомом. Песня «Вся Россия» — это Бомова-8. Сходите ближе к песне. Моё место работы называется «Скарфой у Бомбра». Каждый день в двадцать вечера за сетизатором появляется я. Игра у меня осталась, садковой фиги. Женщины просят программить, никто больше из друзей. Мужики заказывают в Олимпийский централ. Однажды один, ее десять раз подряд заказал. Как бы я ни смотрел, он хоть и не фонтан. Прилетела у моего друга пианиста. На печальник был Жора Короняк. Вообще я слышу музыкального образования. Родители хорошо занимались в моем воспитании. Лучше работы ядови не смогнуть. Ну или лаву, как вы дели, двойный стиль. Программа типичная, не тортится. И каждый день кто-нибудь наживает. Начинает ко мне приставать. И чтобы как-нибудь разнообразить, собственные трагистики, я решил запеть свои песни, ведя голосист. Сочинил песню, поюю иногда тропезный карман. Песня «Валовая кура» закрыла. Слезливая такая история с простым припепом. Еду в Магадан. Канал. Еду в Магадан. Магадан. Слушай, брат, а вот он так поет. Еду в Магадан. Чем там дует твоя песня, не свистишь. Магадан. Слушай, брат, а саунушение, ждал от души. Еду в Магадан. Песня «Валовая кура» конечно, но песня нравится. Они говорят, что мне талант, я тоже прославляю. Что-то мы находим в кафе у Бабра. Где жутную персону, все меня встречают на руках. Хозяин Бабра доволен, в аркете кудрикой. Уволил все стрелки и певицы, а вызову не вставку. И говорит только, «Вася, бой!» «Валовая кура!» В аркете мы начали подавать в реконах. На концертный приходят люди в погоду. Над Черноморским побережьем звучит Магадан. Я рядом поднялся, я рядом, и пацан! Еду! Еду в Магадан! Давай, братан, ты наше поскульника еще раз ждет! Магадан! Давай, давай, как мы с тобой! Еду в Магадан! Еду в Магадан! Еду на закатнике, пою этот брак, продаем счастливы, выписываете лищик, рекомендует меня всем твоим друзьям Магадан. Не пиши, он рекомендует меня всем твоим друзьям Магадан. Умею петь не буду, меня самотокра мой бог, я не верю в глазах, я не несом. И вот министр культуры поднимает стакан, и вы не поверите, если мой фон на два года память для гостей. На стеме, естественно, культуру скучит. Все вместе! Жеду! Магадан! Жеду! Магадан! Жеду! Магадан! А давай, еще раз! Магадан! Все, не наступляйте, все, не наступляйте. Жеду в Магадан! Но, к сожалению, я так и остался автором одного фитала. Одного, до такого, который знает вся наша необъятная страна. Друзья, давайте поим, а по кругам в ладоши и других греческих песен. Камон! Магадан! Жеду! Магадан! И жена в Магадан висит в конце концов. Жеду! Магадан! Даже договор не знаю, скажет боящее. Жеду! Магадан! Простой и понятный каждому человеку смышлен. Жеду! Магадан! Даминон! Дамажор! 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 Исню! Жеду! Магадан! Спасибо. И давайте сделаем групповую фотографию на память все вместе. Друговое фото, да. Все вместе. Мы будем фотографироваться на память. Кто-нибудь, шуткайте нас. Аксия, ты с нами должна быть. Аксия, мы не полный капры. Отлично! Спасибо. Кто-нибудь хочет селфи? Хотите селфи? У вас есть телефон? Нет, в смысле, аппарат. Сжимаете? Аксия, я был не готов. Ну, началось. Я люблю, когда концерт выходит из-под контроля. Это классическая ситуация, знаете? Давайте раздографируемся. Давайте. Ой, батарейка. О, главное, главное. Вообще, все. Можно секретно ударить в барабан, пока он... Нет, в барабан! Спасибо, огромный аппарат. Аксия, у вас есть девушка, мои старые сессии. Потом, когда мы все умынем, на жизнь будет наполнитель другая. В интернете останусь за эти ролики, ваши внуки. Правой ноги будут говорить, «Во, у меня бабушка чем занимала?» Сссс. Ася Соршнева, скрипка. Михаил Казатайев, ударный инструмент. Друзья, я хотел спросить, мы вообще всегда, когда концерты заканчиваем, мы заканчиваем, мы не любим уходить и возвращаться, потому что это глупо, в густой пятом времени, выглядит дебильно, да, артист ушел, спрятался, подождал, чтобы его позвали, он, как-то, зовет, он возвращается и вслед уходящим людям поет свои новые старые хиты. Поэтому мы всегда обычно спрашиваем, ну, так по-честному, мы спрашиваем, «Пойдите еще одну песню?» «Да!» «Две!» 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 «А, ты на слезах?» «Ну, ты придумали трусы!» «Это же русский рок!» «Так, перед тем, как потренироваться в исполнении, ну, как бы, исполнить следующий шутевр, мы потренируемся все вместе, все вместе его потренируемся и, собственно, любит... любит... «Наш народ...» «Всякое говно...» «Всякое говно...» «Любит нас народ...» «Теперь только девушку...» Всякое говно, всякое говно любит нас народ. Он стучал неподдинком, а ногах у него были сандалии. На носки носить сандалии, шоколадные медали. Сила власти вертикаль, нежно любит наш народ. Яйца с корочками в дорогу, из-под крана выпить воду, рассказать о жизни плову. Любит нас народ! Любит наш народ, всякое говно, всякое говно, любит наш народ. Стас Михайлов и Жанна Фрискин, из бетона, обелискин. Манная каша, две сосиски, нежно любит наш народ. Чтобы потолок был миском, алюминиевые миски, Жигуля, литые диски, любит наш народ. Любит наш народ, всякое говно, всякое говно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Спасибо!